youtube привет сегодня будет небольшое праздничное видео так сказать опять делимся секретами вот что мы видим вот относительно две ровных поверхности я их тут обозначил чтобы они не потерялись у нас но здесь уже по 20 раз делались мятинки и выгинались так что не везде идеально спокойно вот здесь более менее вот ничего вот вопрос чем как вы так красиво делаете забиваете аккуратно что как не посмотри все аккуратно я не знаю хвалится тут нечем я попытаюсь сейчас наделать ямок и показать и рассказать как я это делаю как бы как я это понимаю как правильно я не знаю сразу оговорюсь я покажу расскажу как это у меня получается хотя у меня и не получается в том числе бывает бывает и целлюлит и складки и все что угодно но сейчас рассмотрим пример и так сегодняшним сказать вот участвовать вот такой и вот такой вот резиновый отбойничек просто они немножечко разные что мы сделаем сделаем небольших умятинок пару штук да и вот небольшие градинки так сейчас заменим наконечник поменяли наконечник который побольше теплей и то же пару раз бабахнем ну видно скажем вот мелкий град вот покрупнее попытаемся сделать вот в итоге значит в одном месте я буду делать допустим вот здесь одну градинку я сделаю клеем другую крючком эту клеем эту крючком и посмотрим что у нас получится потому что возникал вопрос чем лучше клеем или крючком зачем для вас лучше тем и делайте чем у вас лучше получается вот и все в клее главное не перетягивать это у меня болячка я вечно перетягиваю постараюсь сегодня не перетягиваю постараюсь будем брать и дергаться по моему уже хороший смятинки большие как-то так сейчас от меня чуть тут и чуть тут ну ничуть но к сожалению тут обломчик в гараже холодновато и чуть передержал потом он плохо отклеивается ну и я наскоряк чтобы дрынь дрынь мне проще разбить побыстрее ну короче говоря итак у нас вот здесь было две ямки и здесь две ямки вот я одну уже почти заделал здесь маленькая ямочка осталась вот она видно к сожалению такое бывает поставил грибочек сюда я выдернул и получилось как бы шишку я разбил вот шишку раз но здесь образовалась упадинка вот ее надо чуть поднять но в данном случае уже крючком вот сейчас попробуем теперь вот эти две ямки сделать крючочком вот поменьше и побольше и посмотрим отвлекся темы вот сделано ямка была вот здесь и вот здесь вот я дергал клеем здесь вот немножко видно вот бывают такие дефекты я не знаю как это объяснить вот попытаюсь снять рядом с шишкой бывает когда выдергивается наверх образуется как бы перед или за этой шишечкой как бы вмятинка и она так и остается и я там приходится нянчить крючочком чтобы поднять справиться также и здесь вот было вот здесь вот шишка клеем мы дергали и вот здесь вот была вмятинка я крючком делал делал крючком таким вот таким мягким сначала чуть большим радиусом потом чуть меньшим вообще конечно я люблю работать острыми крючками чтобы доводить но и вы итог так сказать о чем речь вот как сделать как можно аккуратней чтобы как можно аккуратнее сделать надо работать по принципу сниженки как это так но это я так называю вот отсюда посмотрели внимательно переставили лампу а там нашли вот она шишка шишка допустим вот я вижу вот шишечка шишечка надо притопить и вмятинка здесь допустим тоже вот шишечка шишечка вмятинка с такой проекции не было видно смотрим дальше то же самое мы видим вот вот мы видим здесь вмятинку по центру до видим а между ним две шишечки вот с этой проекции не было видно так вот я сейчас покажу так сказать о чем идет речь вот у нас такая импровизированная доска значит что мы делаем условно вот она наша вмятина либо мы ее клеем грибком выдергиваем мини лифтером дрынка либо пробиваем края и плавно плавно давя стараясь центр или там по окружности кто как вот смыкиваем с этим так сказать все ясно стираем с нашей импровизированной доски вот а что значит снежинка делать то есть вот наша вмятина вот он наш угол зрения с которого мы делаем здесь у нас находится лампа вот и мы делаем в этой проекции в этой проекции сделали ямка хорошо поворачиваемся вот так ставим лампу уже вот так находим там допустим возле нее там раньше либо здесь где-то какие-то косички правим и поворачиваемся вот так вам поставим сюда находим тоже там где-то какие-то косички правим вот в итоге если это все дело прокружить как следует получается то есть переставлять лампу и менять углы зрения то у нас получается как я называю вот такая снежинка вот и работая вот с таких вот углов и вы добьетесь успеха к сожалению это не всегда возможно вот но стараться надо чтобы такая возможность была то есть если у вас такая возможность есть вот как у меня допустим лежит деталь я могу крутиться со всех сторон вам поставить так как мне удобно места хватает то надо стараться так делать либо использовать там лампу допустим вот такую на присоски вот лампочка мобильная присосочкой все знают что это такое ну или какими-то другими способами или моментами ну вот и весь так сказать в кавычках секрет никакого секрета здесь нет вот в этом весь и как бы фокус при работе с вмятиной чтобы было аккуратно потому что сделал вот в этой проекции никто не гарантирует что вот в такой проекции или еще какой-то другой ваша вмятина сделанная вами не будет заметно вот и все всем спасибо за внимание пока пока до новых встреч